Здарова, пацаны и девчата, и добро пожаловать в мой блог. В этом видео вы вместе со мной проживёте период между тёплой, солнечной, жизнерадостной, цветной осенью в промозглый, дождливый, хмурый ноябрь. И пронаблюдаете мои шаги, чтобы справиться с хандрой. По традиции, начинаем день с сытного завтрака. Я пошла в веган-бюстро, чтобы попробовать их тофники. Тофники, так как сырники, только из тофы. Мне очень понравилась шоколадная хурма, которую они положили. И уединённость, пустоту в кафе я оценила больше всего. По настроению, само место и дворик рядом напомнили мне Берлин. Согласитесь, очень похоже, особенно план-бюро. И затем я направилась в ботанический сад, чтобы провести время на свежем воздухе. На самом деле, у меня не было примерно никаких ожиданий. Мне просто хотелось погулять в приятном месте, в приятной компании, себя. И, о да, я в восторге. Да, я тоже прочитала в отзывах, что сад обветшал, и что за ним не ухаживают. И там просто отвратительно, он не стоит своих денег. Но мне зашёл этот контраст, когда даже люди, которые там работают, такие разные. От женщины, которые умеют говорить только оскорблениями, до каких-то абсолютно невероятных профессионалов, которые просто горят и бредят своим делом, и рассказывают какие-то причудливые факты о растениях, и о том, что происходит вокруг. Ещё я была в восторге от того, что увидела, как растёт Матча и Магнолию. Там много прикольного для интересующихся. Ещё мне понравился Жасмин, но в целом мне вкатил контраст оазиса посреди города. И эдакая причёсанная золотая осень, очень живописная, как в книжках. О, ещё мне понравился Сенсорный сад от Леврана. Это косметический бренд. Я не буду дублировать информацию, которая написана на табличке. Если кому-то интересно, он остановит видео и прочитает сам. Из доступной среды здесь лавочки и дублирование надписей на шрифте Брайля. Сама экспозиция выглядит следующим образом. Это вертикальные грядки, клумбы кэшпо, в которых высажены разнообразные растения. Например, здесь белисса, которая немного подвяла, потому что это конец октября. Допустим, в конце октября это выглядит не настолько жизнерадостно, как летом, например. Но мне было действительно интересно посмотреть на желтые, зверобои и другие растения, которые используются для косметики Леврана и высажены на этой аллее. Сад заявлен как сенсорный, поэтому таблички отсылают к нам тому, чтобы мы остановились и ощутили разнообразие структур, текстур и прочих аспектов реальности, на которых обычно мы не фокусируем своё внимание. Через пару часов я выдохлась, и мне уже стало тяжело воспринимать поток входящей информации, поэтому я просто попраздно шаталась по территории. К слову, она там огромная. Для себя я придумала, что вернусь сюда в следующем году на выставку пионов в мой день рождения, 15 июня. Я сейчас монтирую это видео и просто не могу представить, что всего пару недель назад было такое полотно из абсолютно нереальных цветов, листьев, я просто не могу насмотреться. Это настолько мимолетно и так красиво, что сложно поверить, что это природная история, природные цвета. А это сорта пионов, которые я хочу посмотреть в следующем году. Потом мы встретились с подружкой, и я перестала снимать на этом моменте, потому что мы просто проводили время вместе, ели вкусную еду, гуляли по магазинам и ещё раз ели вкусную еду. А потом апдейт от Ани на монтаже, потом это в течение следующих нескольких недель. Погода испортилась, начались дожди, и вместе с дождями испортилось моё настроение. Снимать стало тяжелее. Я себя не пушила и отложила телодвижения до лучших времён, которые не наступили. Вы и сами видите эту питерскую хтонь. Окей, все поняли, что ментально мне сложно вывозить переход с осени в зиму, поэтому давайте поговорим о том, как я с этим справляюсь. Я хорошо ем во вкусных любимых местах. Это кофе-три. Я люблю туда приходить, потому что там можно сидеть разутым на полу. Я люблю фруктовые чаи и вид. Ещё один из проверенных способов — это прогулки. Но в пасмурную погоду мне приходится силком вытаскивать себя из дома, особенно если на улице идёт дождь. Здесь вы видите, как я вышла в парк помесить грязь ногами и посмотреть на лысеющие деревья. Это осень теплее, чем прошлое, что не может не радовать. И я живу в классном районе, который я полюбила всей душой в этом году. Но дождь, дождь, как же я от него устала. Ещё у меня в голове крепко засела мысль о том, что я хочу отстричь волосы. Я преследовала сразу несколько целей. С одной стороны, мне хотелось после тренировки быстро посушить и побежать домой. А с другой стороны, сменить образ. Я пошла в парикмахерскую гёрли. И это моё до. Ровный срез моих тяжёлых прямых волос. В последние года три я не изменяю салон гёрли. Мне нравится там всё. Я была на 100% уверена в результате. И бум. Мои ожидания оправдались на 100%. Мне нравится, как легко и ребячески теперь выглядят мои волосы. Они полностью соответствуют моему внутреннему самоощущению. Перемещаемся домой. Я смотрю видео с лета, и мне просто плакать хочется. Я так скучаю по солнцу. Вы только посмотрите. А вообще, я сейчас занимаюсь тем, что чищу память на телефоне вручную. Я купила флешку на 256 гигабайт и решила скинуть туда все видео. Их у меня на телефоне 4 тысячи, чтобы освободить память. И можно было снимать. И не вылезала ошибка о том, что память закончилась. Хорошего бы немножко. Под освободив память, я пошла забивать её видео обратно. И решила сделать самое питерское, что только можно сделать в Санкт-Петербурге. Это сходить в Эрмитаж. В последний раз я была ещё будущей студенткой. Меня до сих пор впечатляет, как в первый раз. Я не смогу передать весь тот масштаб и те эмоции, которые я испытываю, когда нахожусь внутри. И тем более не ставила перед собой цели последовательно, поэтапно, полностью комплексно рассказать о всём, что я видела. Я просто гуляла по своим любимым залам и чувствовала себя как дома. Если кому-нибудь нужно будет пройти 10 тысяч шагов в удовольствие, то очень рекомендую сделать это в Эрмитаже. Каждый раз моё сознание находит что-то новое. Это какая-то причудливая ювелирка или изысканный камин, может, посуда, которую я никогда бы не видела раньше или в другом контексте. О, я очень давно хотела посмотреть вживую на скульптуру поцелуй Амура и Психеи. Что-то в ней есть такое для меня притягательное. Она такая изысканная и чувственная. И в моей жизни был год учёбы на эстфаке. Мне очень нравится этот миф. Я следила за реставрацией, как восстанавливали крылышки и части тела героев скульптуры. К моменту нашей встречи эмоциональные связи уже были созданы. И если вы такой же чувствительный пирожок, как и я, который может расплакаться от красоты момента или того, как прекрасна и гармонична музыка, то, я думаю, вы меня поймёте. Ну или порадуетесь за то, что я чувствовала себя на своём месте в тот момент. На этом всё. Спасибо, что разделили это время вместе со мной. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.